Всем привет! Мы на канале Железный Мир. Меня зовут Мельников Виталий, я двукратный рекордсмен мира по плаванию. И сегодня мы расскажем, как тренируются пловцы к своим соревнованиям. Присмотритесь и обратите внимание на скрытый от глаз. Это не съемки фильма. Он не актер. А потеет он по-настоящему от тяжелой работы. Настоящих атлетов, знающих толк в тренинге, не удивить подобным. Для них такие декорации – часть повседневной жизни. Это их общность. Это их офис. Это их фокус-группа. А это их протеин. Голд стандарт 100% Уэй. Свою тренировку я начинаю с легкой аэробной работы, чтобы подготовить свои мышцы, суставы к тяжелым весам. И это занимает примерно 10-15 минут на таком тренажере, как Элипс. Потому что, так как вес большой, у меня лично, я вешу сейчас 102 кг, достаточно сложно делать это в виде бега или в каком-то другом аэробной работе. А вот Элипс прекрасно для меня подходит. Нет никакой нагрузки ни для суставов, ни для позвоночника. И вот каждая моя тренировка начинается именно с этого тренажера. Основным моим профильным способом плавания является плавание на спине. И всю свою сознательную плавательную карьеру я плавал этим стилем. Но сейчас, в преддверии Олимпийских игр, мы начали работать еще над бутерфляем. И так же, как на спине, у меня является сейчас лучший результат в сезоне среди российских пловцов. Вот. И на чемпионате России, который пройдет в конце апреля, я буду выступать на двух дистанциях. Это 100 на спине и 100 бутерфляй. Это является олимпийскими дистанциями. И буду на них пробовать отбираться в Олимпийскую команду России. Тренажерный зал занимает для меня основную позицию в подготовке к соревнованиям. Потому что мы работаем по системе спортивной адаптологии профессора Виктора Николаевича Сулуянова. И для меня очень важно набирать обмышленные объемы, чтобы мои результаты прогрессировали. Поэтому большую часть работы я делаю в тренажерном зале, а плавание является как дополнительный способ для улучшения результатов. Свою тренировку я составляю таким образом, чтобы обязательно в тренировочный день была работа на большую мышечную группу. Либо это ноги, либо это спина. Потому что, когда работаешь на большую мышечную группу, вырабатывается очень много гормонов. Сегодня первое упражнение я буду делать пока достаточно много силы и энергии с жим ногами. А впоследствии я покажу другие упражнения. Мышечные волокна по своему окислительному потенциалу делятся на 4 типа. Это гликолитические, окислительные, высокопороговые и промежуточные. Сегодня мы работаем на гликолитические мышечные волокна в динамическом режиме. И пока идет разминка, я начинаю всегда с 12 повторений и с повышением по 50 кг. Примерно уменьшаю по 1-2 повторения. В принципе, я начал первый подход со 150 кг. Сейчас дошли до 300 и с 8 повторениями на последнем подходе. Так как до соревнований осталось совсем чуть времени, меньше месяца, мы работаем уже на рекрутирование мышечных волокон, чтобы в одном движении задействовалось больше мышечных единиц. А развивается это путем работы с большими весами на 2-4 повторения. Поэтому сейчас мы покажем, как это выглядит на работе. Всегда между подходами я делаю аэробную нагрузку, легкую, для того, чтобы молочная кислота, которая накопилась в мышцах во время работы, постепенно выходила. Позволяет лучше восстанавливаться между подходами. Спина является основной мышечной группой. для плавания. И в своих тренировках я делаю самый основной акцент на эту мышечную группу. Сейчас я покажу упражнение. Тяга верхнего блока обратным хватом. Эту работу я делаю практически каждую неделю. У профессиональных спортсменов топ-уровня есть такой очень серьезный контроль за подготовкой. И каждый спортсмен ведет обязательную допинг-анкету. Называется она «Адамс». где он должен отмечать ежедневно, где он находится, в какое время он будет находиться на тренировке. И именно часовой интервал, в который точно он будет находиться в одной из точек. И в этот период допинг-офицеры могут приехать в любой момент. Даже вот сейчас мы находимся на тренировке. Я указал, что сегодня я здесь именно тренируюсь. Могут приехать и взять допинг-тест. И была вот буквально совсем недавно, 1 марта, забавная история, когда я в 6 утра еще сплю с берушами. И мне в 6 часов утра стучат в дверь. Я, если честно, минут через 5-10 только понял, что кто-то ломится домой. Пришлось открыть, и, как казалось, 3 человек стоят, ждут моих анализов. Но пришлось все знать. И, в принципе, очень серьезный контроль за профессиональными атлетами в олимпийских видах спорта. Поэтому обманывать и применять какие-то препараты бессмысленно. И спортсмены, которые готовятся к олимпийским играм, находятся еще более серьезным контролем. Дельты являются также основной мощной группой для плавания. И жим сидя очень хорошо прорабатывает передний пучок кальтовидной мышцы. Я его практически использую каждую неделю. Раз 7-10 дней я делаю эту тренировку. И прекрасный вариант для ребят, которые хотят сделать свои плечи шире и выглядеть лучше. Вот и закончилась моя тренировка в тренажерном зале. Сейчас альтернативный вид кардио для пловцов. Мне придется чуть-чуть поплавать. И если вам понравился этот вариант моей тренировки, и тренировки несиловых видов спорта, таких как плавание, ставьте лайки, и мы обязательно снимем еще что-нибудь для вас. Всем пока! Вы были на канале «Железный мир». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!